Василий Петрович Орлов, российский генерал от кавалерии, войсковой атаман Донского казачьего войска, герой измаильского штурма, предводителя индийского похода Павла I. Ранние годы происходил из дворян войска Донского. Его брат Алексий, владевший в Малоруссе усадьбой Матусова, выстроил там большую церковь, а Вознесение. А сын его Иван Алексеевич служил на Дону походным атаманом, родившись на Дону. Василий Петрович службу начал в 1764 году, не имея 20 лет от роду. В молодости принимал участие в походах против турок. Благодаря своему недюжинному ум и беззаветной храбрости, Орлов быстро повышался по службе и 10 лет спустя был уже войсковым старшиной и командовал одним из донских казачьих полков. В марте 1776 года он был произведен в премьер-майоры, а 13 декабря 1784 года в подполковнике. Русско-турецкая война. Затем ему снова пришлось принять участие в русско-турецкой войне, в течение которой, за отличие, выказанной в делах против турок. Он был 18 октября 1787 года награжден орденом С.В. Георгия 4 степени. В том же, 1787 году, Орлов был произведен в полковнике. За необычайную храбрость, проявленную при штурме Измаила ему 26 сентября 1789 года был пожалован орден С.В. Георгия 3 степени. Кроме того, 22 сентября 1789 года Орлов был произведен в бригадиры и затем получил золотую саблю за храбрость с алмазными украшениями. Дальнейшими наградами его были орден С.В. Владимира 3 степени, чин генерал-майора и бриллиантовой перроны Кивар с вензелевым изображением имени императрицы Екатерины II. Войсковой атаман. По смерти войскового атамана войска Донского Айловайского император Павел I решил был назначить войсковым атаманом генерал от кавалерии Ф.П. Денисова. Но последний, ссылаясь на свои преклонные годы, отклонил это назначение и посоветовал императору назначить войсковым атаманом В.П. Орлова. Назначенный войсковым атаманом войска Донского Орлов занимал эту должность около четырех лет, до самой своей смерти. Во время его атаманства было произведено сравнение донских чинов с чинами регулярных полков. 17 февраля 1798 года Орлов получил высочайшее повеление собрать и держать 22 полка в исправной готовности к выступлению по первому повелению. Осенью эти полки были отведены им к Пинску и там шесть полков поступило в армию Суворова. Остальные некоторое время составляли демонстрацию, разбирательство с калмыками. Также Орлов предпринял попытки урегулирования конфликта с калмыками. Суть его следующая. По уходе в январе 1771 года Большой Торгоцкой Орды в Китай, оставшиеся в России калмыки в числе 2000 кибиток разделились на четыре орды. Большую и Малую Дурботскую, Торгоцкую и Хашотскую, кочевавшие по правой стороне Волги до границ войска Донского. В 1785 году Большая Дурботская Орда была причислена к казенному ведомству и разделена на четыре части, надзор над коими был вверен особым приставам. Притеснение этих приставов вынудили калмыков перекочевать в 1788 году к Дону и прожить там до 1794 года. Когда они стали просить дозволения навсегда им остаться при войске Донском, но императрица Екатерина II поручила войсковому атаману Иловайскому склонить их к переходу на левую сторону Волги, куда они и перекочевали в 1795 году. Однако по вступлении на престол Павла I они снова стали просить о причислении их навсегда к войску Донскому. Бипе, Орлов, бывший тогда уже войсковым атаманом, поддержал их просьбы и в 1798 году император Павел I повелел причислить калмыков к войску Донскому. Орлов составил для вновь прибывшей калмыцкой орды проект суда под названием «Сыскного начальства». Но так как ему вскоре пришлось отправиться в Пинский поход, то проект этот был представлен императору Павлу и наказным атаманом Д. И. Иловайским, но Павел I не утвердил этого проекта, а вместо «Сыскного начальства» повелел учредить особое правление, которому, между прочим, было поручено сделать поголовную перепись, в кое, а значит, по кибиткам или поселениям всех калмыков. С показанием их лет на таком точно основании, как производится подобная перепись по войску Донскому, эта перепись и вообще действия выше упомянутого правления очень не понравились калмыкам и в мае 1800 года Большая Дурботская Орда в полном составе, откочевала в степи Астраханской губернии. Узнав об этом, Орлов тотчас же поехал калмыкам, догнал их и старался уговорить возвратиться на Дон, но калмыки наотрез отказалось вернуться. Побег калмыков из Донских степей причинял войску большой материальный ущерб – поход в Индию. Между тем, император Павел I заключил союз с первым консулом Франции Наполеоном Бонапартом и по проекту последнего решил предпринять экспедицию в Индию. 12 января 1801 года Орлов получил повеление собрать все войско Донское в сборные места и готовиться идти в Оренбург, где ожидать дальнейших приказаний. В другом рескрипте от того же числа объяснялась цель похода. Индия, куда вы назначаетесь, управляется одним главным владельцем и многими малыми. Англичане имеют у них свои заведения торговые, приобретенные деньгами или оружием. Той цель вся сия разорить и угнетенных владельцев освободить и лаской привезь России в ту же зависимость, в какую они у англичан и турк обратить к нам. 1 марта Орлов со всеми 40 полками войска Донского выступил с Волги и Коренбургу, причем Орлову императором Павлом I были подарены все богатства Индии, какими ему удастся завладеть в этом походе. Однако ему удалось дойти только до реки Иргиза, где в селе Мещетном настиг его новый рескрипт уже за подписи императора Александра I, предписывавший казакам возвратиться на Дон. По возвращении в Черкасск Орлов вскоре скоропостижно скончался от апоплексического удара в своем загородном доме. В течение своей службы войсковым атаманом войска Донского он получил следующие награды. Чины генерал-лейтенанта генерала от кавалерии, а также орден СВ Александра Невского и командорский большой крест ордена СВ Иоанна Иерусалимского. Семья ВП Орлов был женат первым браком на дочери графа ФП Денисова, вторым на дочери генерала от кавалерии Д. Иловайского. Сын от первого брака Василий от своего деда, не имевшего прямых наследников мужского пола, получил право именоваться графом Орловым Денисовым. Он был командиром лейб-гвардии казачьего полка. С отличием участвовал в войнах против Наполеона и был генералом от кавалерии. Источники Орлов Василий Петрович на родоводе «Дерево предков и потомков» Баторские. А. Проект экспедиции в Индию, предложенных Наполеоном Бонапарте императором Павлу и Александру I в 1800 и 1807-1808 годах. Сборник географических, топографических и статистических материалов по Азии. В.И.П. 23. Издание военно-ученого комитета главного штаба. С.П. Б. 1886. Орловый. Нитроглицерин. Патруль С.П. Б. Тип ТВ и В.С. Этина. С. От 161 до 162. Волков С.В. Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II, том 2, Л.Е.М. 2009, Орлов Василий Петрович. Русский биографический словарь в 25 томах. С.П. Б.М. 1896-1918. Степанов В.С. Григорович П. И. В память 100-летнего юбилея императорского военного ордена Святого Великомученика и Победоносца Георгия С.П. Б.